Такую картину сегодня можно было увидеть практически в любой части города. Большие грузы не могли осилить даже небольшие подъемы. С утра на дорогах стали возникать пробки. Ехал на стафоре, остановился. Человек говорит, что пытался меня объехать. И вот не объехал. Пока одни ползли, другие стояли с аварийными огнями. Дожидались автоинспекторов. Они последние два дня на расхват. Пока едут к одному месту аварии, поступает сообщение о двух новых столкновениях. Число ДТП в Саратове выросло примерно в два раза. Водители привыкли ездить, наверное, быстро. И вот когда ухудшаются погодные условия, соответственно, надо снижать и скоростной режим движения, увеличивать и дистанции между машинами, потому что не всегда реагенты и песок справляются с наледью. И в результате чего какие-то места получаются наиболее скользкие. Свою иномарку Алена Ананева не заводила несколько дней. Девушка напугала непогода. Говорит, в такие дни лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте. Правда, сегодня о принципах пришлось забыть. Самое страшное на самом деле, когда боишься, ты не уверен в себе и можешь создать аварийные ситуации для всех участников движения. Так как у меня маленькая дочь, передвигаться пешком все равно достаточно трудно. Утонуть саратовцам в снегу не дают коммунальщики. Завалы убирают не только с проезжей части, но и с тротуаров. Всего около 200 машин. Это вся снегоуборочная техника, которая есть в городе. Все, что падает с неба, дорожники вывозят на специальные полигоны. По словам синоптиков, снег будет идти еще около суток. Так что на выходным саратовцам будет чем заняться. А вот уже со следующей недели всех нас ждут новые испытания. Температура должна опуститься до минус 30. Там уже вряд ли будет до снежков. Роман Базан, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.